Это было у него в руке. Смерть наступила мгновенно, между тремя и четырьмя часами утра. Сам? Или помогли? На теле С1 это разбитого стекла. Вряд ли человек, который сам на балкон вышел, будет стекло бить. Спасибо. Матс Малерьевич, простите, там авария была на дороге. Я как раз думал, где же мой верный напарник? Кто это был? Знакомься. Бовин Аркадий Николаевич, 62 года, упал с балкона собственной квартиры. Самоубийство? Да вроде не похоже. Вы обнаружили тело, извините. Я. Можно вас на секунду? Живу в соседнем подъезде, на пробежку вошел. Во сколько это было? В шесть, с небольшим. Я каждое утро бегаю, тут по парку прямиком десять минут. Ближе подошел, вокруг кровь. Вызвал скорую, полицию. Потом только сообразил, что это Бовин сосед. А можете как-то охарактеризовать подъедшего? Солидный мужик, как-то с таможней был связан. Недавно на пенсию вышел. Может он пил? Или там в семье у него были проблемы? Ничего такого. Всегда в хорошем настроении. Жена тоже такая активная, доброжелательная. А несостоятельные люди. По таким сразу видно, жизнь удалась. Спасибо, Ваши данные, запишитесь, что мы свяжемся. Хорошо. Спасибо. А это что у вас такое? Похоже на фарфор. Целая. А с какого этажа он упал? С пятого. Получается, что кто-то ему эту фигурку вложил в руку уже после падения. Получается так. А с какого этажа он упал? Продолжение следует. Ого! Да, солидно жил наш таможенник. Жена Бовина на даче, сын с семьей отдельно живет. Мила, привет. Привет, Вань. С женой связались? Да, иди тура. А может быть соседи что-то слышали? Я поспрашивал. За стенкой сейчас никто не живет. Соседи сверху, снизу сказали, что ничего не слышали. На двери нет следов взлома. Значит, Бовин сам впустил убийцу. Неразбитая фигурка в руке говорит нам о том, что убийство было тщательно спланировано. То есть убийца хотел специально привлечь внимание? Странный перформанс. Угу. Привет. У меня отличная новость. Кош, мне сейчас не очень удобно говорить, я перезвоню. Подожди, я пожарного нашел. Он был в Кречетке. Что? В тот день, когда погибла твоя мама. Как? Я часто работаю с пожарной службой. Воспользовался связями. Он готов встретиться. Сможешь сейчас приехать? Да. Да, скинь адрес. Да, конечно. Отправляю. Я дождусь Даву, отвезу ее на опознание. Максим Олегович, а я нужна в ближайшее время? Мне просто надо отъехать по личному вопросу. У тебя все нормально? Что-то важное? Ну, конечно, поезжай. Спасибо. До свидания. Ой. Так, а ты, лейтенант Демин, свяжешься с участковым. Запросишь у него данные с видеокамер. Посмотрим, с кем тут Бовин в три часа ночи проводил время. Ага. Мы прибыли через 35 минут. После поступления вызова. Но зона горения уже охватила все здание. Хорошо, что рядом не было построек, иначе бы распространение огня было бы более обширным. Моей бригаде удалось его локализовать. А женщину в доме? Вы ее видели? Жертву пожара видел, да. Она была жива? Но, к сожалению, я смог до нее добраться только после устранения горения. И ее нельзя было опознать. Полная боль у меня. Почему я запомнил этот вызов? Она была привязана к стулу. Ноги зафиксированы, руки сведены за спиной. А больше жертв не было? В доме был еще кто-то? Жертва была одна. Дом, как я понимаю, был заброшен. Там никто не шел. А вы давали показания? Я разговаривал с кем-то, но сейчас имен не вспомню. Я подписал бумагу, а не разглашение. Георгий мне однажды спас жизнь, поэтому я сейчас с вами говорю. Но мне больше нечего добавить. Мне очень жаль, что она погибла. Всего доброго. Увидимся. Спасибо. Спасибо, что согласились помочь. Маму убили. В деле нет ничего об этом доме. Ни показаний пожарного расчета, ни протокола криминалиста, ни судминэксперта, ничего. Теперь я понимаю, почему твой отец не хочет посвящать тебя в подробности. Гематомы, следы борьбы, порезать стекла. Перед тем, как выйти в окно, Бовин сопротивлялся. Самоубийство отпадает. И алкоголь в крови, 0,6 промилле. Кстати, а у тебя какие предпочтения по алкоголю в напитках? Дюбина, ты не сдаешься. Нет. Елена Евгеньевна, пожалуйста, проходите. Сейчас. Вот сюда. Пожалуйста. Аркаша. Елена Евгеньевна, давайте, давайте, пойдемте, пойдемте на воздух. Пойдемте, я вас провожу. Да, да. Иди уже. Ты так говоришь, что мне хочется остаться. Ты знаете, как будто это вообще, это не со мной все, я не верю. Скажите, пожалуйста, кто-то мог желать смерти вашему мужу? Что вы думаете, что его убили? Мы должны все версии отработать. Боже мой, я не знаю, а кто мог кому желать смерти? Нет, ну, Аркашу вы уважали все. Это наша сотрудница, Мила Львовна, она будет присутствовать. Скажите, а что Аркадий Николаевич делал вчера в городе? Почему остался? У него плановое было обследование у врача, и он должен на завтра только был на дачу вернуться. Да, мы в воскресенье ждали друзей, и я послала ему список продуктов. Получается, последнее, что получил от меня, список продуктов. И что ваш муж вчера вечером делал? Дома был. Дома был. Телевизор смотрел. Ну, по крайней мере, он так мне сказал. А что? Вы знаете, мы у него в крови нашли алкоголь, а дома у вас спиртного не нашли. Можете объяснить? Ну, я не знаю, ну... Мы созвонились с ним в десять вечера, пожелали друг друг спокойной ночи, и все. Нет, ну, по голосу, судя, он трезвый был. Простите, а вам знакома вот эта фигурка? Она была найдена в руке вашего мужа? Нет. Я первый раз вижу ее. И все-таки, Елена Евгеньевна, постарайтесь вспомнить, может быть, в последнее время у вашего мужа были с кем-то конфликты? А, есть один человек. Что-то я совсем забыла об этом. Фамилия Героймович. Да. Андрей Емельевич. Это председатель нашего дачного товарищества. Он вообще нам что-то житья никакого не давал. Я даже мужу говорю, ты в полицию-то позвони, обратись. А в чем была причина? Да. Муж приобрел гектар земли, рядом с нашей дачей, у озера. Это очень красивое место. А вот этот Героймович, у него как-то навязчивый по идее. Он считал, что мы приобрели этот участок незаконно. А вы когда, где его видели в последний раз, этого Героймовича? Сегодня. Утром. Когда я уезжала из дачи, на участке был. Елена Евгеньевна, спасибо большое. Вы нам очень помогли. Вы, пожалуйста, подпишите. Вот у лейтенанта там протоколы. Он с вами останется. Мила Львовна. Ну что, надо ехать к Героймовичу. Ты личный вопрос решила? Да. Что, свидание? Зачем вы так? Извини. Я встречалась с пожарным, который видел, как погибла моя мама. Ты ведешь собственное расследование? Мне всю жизнь говорили, что моя мама погибла в результате несчастного случая. А сегодня я узнала, что ее убили. Мила, если ты сомневаешься в обстоятельствах смерти, нужно отправить дело на пересмотр и расследовать официально. Официально не получится. Почему? Хорошо, хорошо. Извини. Но ты знаешь, что я готов тебя помочь, и ты мне можешь доверять. Андрей Емельевич? Да. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Демин Иван, лейтенант. А это моя коллега, Мила Пятница. Сегодня утром в Москве возле своего дома найден мертвым Аркадий Боин. Боин? Так я его вчера здесь видел. Или позавчера. А где именно? Здесь, в поселке. Так, а мы можем зайти в дом поговорить? Пожалуйста, проходите. В каких отношениях вы были с Аркадием Боином? Ну, скажем так, в напряженных. Почему? Ну, потому что он жулик. Он незаконно скупил землю из государственного фонда и оформил ее, как ИЖС. Индивидуально-жилищное строительство. А почему вы считаете, что незаконно? Ну, я председатель дачного товарищества. У меня есть доступ к некоторым документам о регистрации сделок. Ну, это же Боин. Он же думает, что ему все можно. Он решил, что может оттяпать себе кусочек у озерца, построить там особнячок, обвести забором, жулик. А как вы думаете, откуда у Боина деньги на такую шикарную жизнь? Ну, таможене можно хорошо заработать, если иметь хватку. А Боин имел. Ну, плюс Муромчиху подмазал. Муромчиху? Муромед Екатерина Михайловна. Глава местной администрации. Продажная совершенно. Она и помогла Боину, между прочим, эту сделку оформить. Андрей Медич, у вас столько интересных вещей. Вы что, увлекаетесь восточной культурой? Дочь переводчица одно время часто летала в Пекин. Привозила подарки. В городской квартире же места не осталось. Вот часть перевоз сюда. У вас и книги есть по китайской философии на русском. Ну, это я уже в местных магазинах покупал. Увлекся одно время, знаете. Откроешь вечером размышления китайских мудрецов. Так нервы в порядок приведешь. Мудрецы, нервы, я понимаю. А где вы были вчера вечером? Здесь и были. Кто-нибудь может это подтвердить? Ну, соседи вас видели? Может, видели, может, нет. Вы знаете, я с соседями не очень дружу. А в чем дело-то? Не уезжайте никуда. Мы вас вызовем на допрос. Прошу. Спасибо. До свидания. Спасибо. Привет. Все, ребят, до завтра. Я пошел. Пока, Вань. Давай, Вань, веди себя там. Осторожно. Не знаю. Не похож Героймович на убийцу. Ну, алиби у него нет. Ну, может, для Героймовича эта фигурка в руке это какой-то символ, там, просветление, покаяние, я не знаю. Я не понимаю, зачем он поехал в город, чтобы убить Бовина. Я тебе скажу, потому что на даче у Бовина жена, а в квартире пусто. Меня другое смущает. То, что Бовин гораздо сильнее Героймовича. И если Героймович не владеет какими-нибудь восточными единоборствами, а он, судя по комплекции, не владеет, то скинуть Бовина с балкона ему было бы достаточно затруднительно. Мне кажется, что ключ к разгадке в этих фигурках мудрецов. Нужно, нужно навести справки по городу. Может быть, уже были какие-то случаи. Согласен. Проверяй сводки. Да, Гоша. Мила, ты уже освободилась? Да. Я жду тебя, как выговаривали, с Капра на набережной. Как остро! Блин. Буквально в нескольких сантиметрах мяч проходит. От перекладины... Чего так поздно-то? Занятия спортом проходят в ТВ-формате? Да мы ездили за город. Свидетелей опрашивать. Папа, с кем мама вела свое последнее расследование? Так, доченька, ты помнишь, грозилась мне, что больше никогда не будешь задавать никаких вопросов? Разве нет? У меня нет доступа к личным делам сотрудников, а Самойлова я просить не хочу. Итак. Живи дальше. Учись. Работай. Занимайся личной жизнью, наконец. Какие еще могут быть дела у девушки твоего возраста, а? Мама погибла из-за этого расследования. Я хочу знать истинную причину ее смерти. Так. Значит, ты не отстанешь? Нет. Жихарев. Родион. Последние два года мама работала с ним. Бойкий парень. После смерти матери я его не видел. Контактов его у меня нет. Все. Всем доброе утро. Здравия желаю. Здравия желаю. Давайте сразу начнем. Что у нас по Бовину? В деле есть подозреваемый. Герой Мович. Отношения с убитым были, в общем, даже враждебные. Но для мотива это все-таки слабовато как-то. Ну да. Убивать из денег соображение только потому, чтобы он подключил свои связи в администрации, сомнительно. Ирина Петровна, согласен. Но, возможно, есть какие-то другие мотивы, о которых мы не знаем. У Герой Мовича в доме было много предметов из Китая. А что камера наблюдения? Камеры в подъезде были заклеены за сутки до случившегося. Убийца готовился. А что делал он в день убийства? Есть свидетели, показания? Вот это интересно. Жене он сказал, что остается в городе на диспансеризацию, но ни к одному врачу не записался. А вместо этого с кем-то выпивал накануне убийства. Думаете, любовница? Ой, женщины бывают очень коварны, Ваня. Опоздала, простите. В свое оправдание могу сказать, что я нашла кое-что очень интересное. Разрешите? Да. Вот. Копии материалов дела. В прошлом году 32-летняя владельца салона Татьяна Харитонова выбросилась из окна своего дома. А в руке у нее нашли фарфоровую фигурку. Так что, получается, что Харитонова покончила жизнь самоубийством? Так считает следствие, но я сомневаюсь. Ну, давайте сомневаться вместе. Если найдем аргументы против суицида, будем пересматривать дело. И, возможно, объединим с Бовиным. Молодец, мила. Продолжать в том же духе. И вообще все молодцы. Работайте. Ну все. Мила теперь любимица начальства. Отдел переходит в режим матриархата. Но я даже не против, чтобы женщины рулили. Не шути, Вань. Я выяснила, что похожие фигурки продаются в сувенирном магазине в двух кварталах отсюда. Надо туда сходить. Надо бы Жеку подключить к делу Харитоновой. У нее часто появляются светлые мысли. У меня тоже бывают светлые мысли, поэтому ты сделай ко мне копию со всего этого. Ладно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Здравствуйте. Здравствуйте. Я из полиции. Слушаю вас. Ищу вот такие вот фигурки. У вас есть такие? Да, это фарфоровые мудрецы. Набор. Сейчас покажу. Так, а вот. Это копии ручной работы. Изумительного качества. А что они означают? Эти старцы – мыслители и философы Древнего Китая. Представляют школу «Путь небесных мудрецов». Несут в себе, так сказать, четыре сокровища. Любовь, мудрость, гармонию и здоровье. Это копия. Оригинал выставлен в музее. Верно. Насколько они ценные? О, фарфоровые мудрецы. Это уникальный образец керамики стран Дальнего Востока. Сувенирной копией мудрецов наш хит-продаж. Скажите, а можно узнать, кто и когда их покупал? К сожалению, данных покупателей у нас нет. А они только в наборах продаются? Да, четыре штуки. Харитонова. Овен. Кто следующий? Ну, что скажешь? Ну, по фоткам сложно судить. Но в заключении написано, что у нее гематома на предплечьях. Она с кем-то боролась? Похоже на то. Ну, я вижу еле заметные следы блефаропластики и нитевого лифтинга лица. Это что за бракадабра? Это значит, Ванечка, что девушка ухаживала за своей красотой. Ага. И планировала жить долго и счастливо. И смерть не входила в ее планы. Ну, видимо, коллегам не хотелось возиться. Вот они и составили суицид. Доволен? Еще бы. А поблагодарить? Я чувствую подвох. Ты правильно чувствуешь. Итак, Татьяна Харитонова. Владелица салона красоты «Бьюти Лайт». Не замужем, детей нет. Девушка из бедной семьи. Откуда у нее деньги на открытие салона? Это вопрос. Бизнес шел успешно. Дорогая машина, квартира почти в центре. Простите, я с вами. Что суициду? А, уже категорически против. Это не самоубийство. Категорически. Ага. А какая может быть причина для самоубийства? У Харитоновой была крупная судебная тяжба. Да, девчонка 16 лет. На маникюре в салоне получила гепатит «Б». Мать девочки Ирины Северюкова добилась того, что на Харитонова было заведено уголовное дело. От этого у Харитонова могла съесть на три года. То есть, по версии следствия, она пыталась избежать от проблемы, вышла в окно, да? Да, но в деле есть показания адвоката Харитоновой. Он утверждает, что Татьяна могла выиграть дело. Зачем тогда выходить в окно? Так вот. А что с этой Северюковой? Северюковой у нее есть алиби? Есть. В день смерти Харитоновой она отбывала 15 суток за вандализм. Разбил витрин салона. Получается, она ни при чем. Но и самоубийство тогда тоже отпадает. Ну, значит, нужно искать связь между Харитоновой, Боиным и фарфоровыми мудрецами. Светлана Ивановна, я хотела с вами поговорить о вашей дочери, Татьяне. У нее в руках нашли вот такого китайского мудреца. Она что, увлекалась Востоком? Меня уже спрашивали об этом. Может быть, она привозила что-то подобное из своего любимого Таиланда, но увлечения Востоком я не замечала. Хотя, не знаю. Мы не жили вместе, но после смерти я подобных вещей не находила. Извините за такой вопрос. Откуда у Татьяны были деньги на открытие салона? Были какие-то совладельцы или инвесторы? Она говорила, что все заработала своими мозгами. Ну, а мне-то что? Я не спрашивала. Главное, чтобы не убила никого и не ограбила. Может, ей помог кто-то? Мужчина был у нее? Хахаль. Может. Слушайте, я не знаю. Она открыла салон около десяти лет назад, все делала своими руками и вытащила нас из нищеты. И я гордилась ей. Лишних вопросов я не задавала. Вам знакома фамилия Бовин? Аркадий Бовин. Светлана Ивановна, нам очень нужна ваша помощь. Мы думаем, что вашу дочь убили. Кто? Этот Бовин? Таньке всегда не везло на мужиков. Один только нормальный парень был, и тот на себя руки наложил. Таня бросила его. Он вышел в окно. Жалко так, хороший парень был, умный, образованный. Таню любил. Был не по нраву он ей. Теперь и она в могиле лежит. А как его звали? Батик, Вершин. Привет. Отстань, только губы накрасила. Почему без цветов? Ну, зато у меня есть вот это. Я бриллианты люблю. А зарабатывать нужно больше, Ватичка. Доброе утро, коллеги. Привет. Привет. Здравствуйте, Максим Олегович. Как ваши успехи, милая Львовна? А, хорошо. Ну, точнее, я пытаюсь найти связь между Бовином и Харитоновой, но пока ничего не нашла. Что у тебя, Ваня? А у меня тоже пока глухо. А вот у меня кое-что. Я выяснил, с кем перед смертью Бовин выпивал. С муромет Екатерины Михайловной. Это чиновница, которая помогла ему с покупкой земли? Она же его любовница. Вот ты, Максим Олегович, как узнал? Я нашел таксиста, который его с Бовина от Екатерины Михайловны. А у нее в доме консьержка очень разговорчивая. Рассказала мне массу пикантных подробностей. Значит, расплывает личный мотив. Либо жена Бовина, либо муж Муромец. А у нее был муж? Да вот в разводе она. И у жены Бовина алиби. Она была на даче. А подождите, а при чем тогда здесь Харитонова? Хороший вопрос. Максим Олегович, я я хотела в архиве изучить дело Вадима Вершина. Обязательно нужно его изучить, Мила Львовна, самым подробным образом. А лейтенант Демин поедет к Муромец и побеседует с Екатериной Михайловной. Екатерина Михайловна, я по поводу Аркадия Бовина. Что вы хотели? Я знаю, что у вас были разные взаимоотношения. Еще раз, что вы хотели, молодой человек. Как вы думаете, кто его убил? Я не знаю. А его жена знала о ваших отношениях? Даже если и знала ее, все устраивало. Ну, может быть, Бовин обещал развестись? Мне это было не нужно. Знаете ли вы Татьяну Харитонову? Я в первый раз слышу это имя. Последний вопрос. Последний. Знакома ли вам эта фигурка? Да. Это китайский фарфор в наборе четыре старца. Фарфоровые мудрецы выставлялись в музей прикладного искусства Дальнего Востока, где я работала двенадцать лет назад. Так сказать, изюминка коллекции. Почему вы спрашиваете? Убийца вложил ее в руку Бовину. Зачем? Мы пока не знаем. Нам нужна ваша помощь. Я сказала все, что знала. К сожалению, больше ничем помочь не могу. Екатерина Михайловна, мы считаем, что могут быть другие жертвы. Мне нужно ехать, извините. До свидания. Вершин. Спасибо. Пожалуйста. Так. Вадим Вершин. Погиб в 2010 году. Выпал с балкона своей квартиры. Ему было 20 лет. тело обнаружил младший брат Антон. Ему надо. Тебе. Я даже не представляю, что вы сейчас чувствуете. Мне правда очень жаль. Антон очень переживает. Это он увидел Вадика. Я бы хотел поговорить с вашим сыном. Если вы не против, конечно. Против. Ему 11 лет и не надо его втягивать в это. А где вы были, когда это случилось? В отъезде. Мы занимаемся геолого-разведкой. Участвуем в строительстве заводов. По полгода в командировке. А с кем остаются мальчики, когда вы в разъездах? Вначале с бабушкой. Моей матерью. Но год назад она умерла. И Антон и Вадик сказали, что не будут переезжать. Да, Вадим поступил в институт, а у Антона секции. Мы подумали, что это разумно. Они у нас такие самостоятельные. Да, они по годам. Мы регулярно посылали им посылки, деньги. Часто созванивались. Мы еще договорились с Дегтяревыми, что они присмотрят за мальчиками. У них своих детей нет, и они согласились. Это наши давние друзья. У Вадима были какие-то трудности? Несчастная любовь, например. Я не могу сказать. Не знаю. Может быть, были конфликты в институте? Это Танька! Танька во всем виновата! Все из-за нее! Если б не она, Вадим был бы жив! Антонечка, Антонечка, успокойся! Успокойся, пойдем! Пойдем, пойдем! У вас есть контакты этой Татьяны? И друзей Вадима? Ну и вопросы вы задаете. Даже не знаю, как ответить. Но не нравился и все. И поэтому вы с Вадимом расстались? У нас не было ничего серьезного. А его младший брат утверждает, что Вадим был влюблен в вас без памяти. Что этот мелкий может понимать в отношениях? Вадик, может, и влюбился, а у меня не было ничего такого. Я ему ничего не обещала. А из-за вашего разрыва Вадим мог покончить с собой? Вы меня обвиняете? Я, что ли, его толкнула? Просто хочу понять, какое у него было эмоциональное состояние. Даже если он психанул, я-то тут при чем? Я его до самоубийства не доводила, я сказала ему спокойно, без слез, истерик. А то, что он распереживался, ну так это не мои проблемы. Мужиком надо быть, а не соплей. Думаете, меня не бросали? Я вон живая-здоровая пережила как-то? Первый раз слышу. Если бы они с Танькой расстались, Вадик бы мне сказал. А мог все-таки Вадим вам не рассказать, а потом на эмоциях совершить суицид? Она ему так нервы мотала, что он сам пару раз хотел ее бросить. И потом снова здорово. Похоже, она вам не симпатична. Она стерва. Как их поискать? Ей только деньги и дорогие шмотки подавай. Вадим из-за нее в долги влез, микрокредиты начал брать от коллекторов, бегал. Но ее тоже можно понять. Семья нищая, отец алкаш. Красивая жизнь только по телевизору. Давайте про долги поподробнее. Ну, вроде, у Дегтяревых в долг брал. Но это когда совсем припекло. Проходите, пожалуйста. Вадим нам сразу признался, что он влез в долги из-за девушки. Набрал займов, а потом кредиторы насеяли, и он пришел к нам. Вы помогли ему отдать долг? Мы дали столько, сколько он просил. И уверял, что этого достаточно. Мы всегда к Вадику с Антошей относились, как к своим детям. Не уберегли. Смерть Вадима – это наша вина. А он остыл и записку? Нет. Я не могу поверить, что он убил себя. Двадцать лет. Возраст уязвимый. Несчастная любовь. Вадим всегда чувствовал ответственность по отношению к брату. Они жили вдвоем. Переезжать к нам не хотели. Вадим всегда сам заботился об Антоне. Он для Антона во всем авторитетом был. Бывали так, что родители не слушаются, как Антон слушался Вадима. А что, а что, если это не самоубийство? Думаете, его могли убить? Кто? Вадим не сам прыгнул, его убили. Почему ты так думаешь? Потому что у Таньки были ключи от нашей квартиры, а она эти ключи какому-то мужику отдала. Он ей деньги сунул. На следующий день я Вадика нашел. Ты сам это видел? А что за мужик? Ты его знаешь? Нет. Но он такой, с темными волосами, немолодой, высокий. если встретишь его, сможешь опознать. А ты родителям говорил о том, что знаешь? Они считают, я все придумал. Ну, хорошо. Я твои показания приобщу к делу, а ты, если что, вспомнишь или узнаешь что-то, позвони мне. Татьяна! Секундочку, подождите. Вадим, вы преследовали коллекторы? Он меня этим особо не грузил. А что такое? Кому и зачем вы дали ключи от квартиры Вадима? Что? У нас есть свидетели, которые видели, как вы передали ключи какому-то человеку. А, вот эти ключи, я просто все, никак не знала, как их вернуть его родителям. Ну-ка, расскажите, как они оказались у вас? Так он мне их сам дал, хотел, чтобы мы жили вместе. И вы их взяли? Насколько я понял, Вадим вам не нравился? Ну, он мне дал, я не смогла отказать, не хотела его расстраивать. А почему вы не вернули ключи после того, как бросили его? Потому что он очень бурно отреагировал и сразу ушел, а я потом сообразила, что они у меня остались. Допустим. Некоторое время назад вас видели с мужчиной лет пятидесяти. У меня вообще нет таких знакомых. Татьяна. А, вспомнила, я недавно в парке на скамейке нашла барсетку, там были ключи, деньги, телефон, я все вернула хозяину, может это он? Имя его знаете? Не знаю, может Петр Валерьевич, фамилию не помню. Номер телефона можете дать? Я с работы звонила, чтобы деньги не тратить. Я в колл-центре работаю. Номер я, конечно, не запомнила. Я могу идти? Да, идите. Вот справка из банка. Вершин Вадим Борисович. Ну что, погасил все свои кредиты, долги. Ну, значит, дело не в долгах и не в коллекторах. И вот следователь делает вывод, что причиной самоубийства стала несчастная любовь. О, вот интересно. Что интересно? Показания Дегтяревых. Родители, Вадима и Антона, очень много работали в странах Восточной Азии. У нас снова Азия. Вадим после школы поступает в университет Востоковедения и с первого курса начинает работать в Музее прикладного искусства Дальнего Востока в выставочном отделе. Да. А фарфоровые фигурки из магазина сувенирного это копии экспонатов этого музея. Надо искать всех свидетелей по делу Вадима. Субтитры делал DimaTorzok Пустил! Помогите! Как мы можем знать, что такое смерть, когда не знаем, что такое жизнь. Конфуций. Жек, давай без цитат великих и что по телу? Ну, если без великих, то женщина отчаянно сопротивлялась. На теле есть следы борьбы, как у Харитоновой и убойной. Всем привет! 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 Слушайте, а может это жена Бовина всех порешила? Ну, Бовин был ходок, она об этом узнала. Ну и убила сначала первую любовницу Харитонову, затем Бовина, ну а потом до Мурамиза добралась. А при чем тогда здесь мудрецы? Они при чем? Просто хитрый ход, чтобы сбить нас с толку. Ваня, это даже не смешно. Что ты будешь делать с парнем, с Вадимом Вершиным? Его тоже порешила ревнивая жена? Так, там же вроде самоубийства. У нас тут у всех вроде самоубийства, поэтому его смерть вызывает такие сомнения. Слушайте, любопытный факт. В 2010 году Екатерина Мурамец была заведующая сектором хранения и учета в музее прикладного искусства Дальнего Востока. Это там же, где проходил практику Вадим Вершин, когда встречался с Татьяной Харитоновой. То есть, Вершин и Мурамец были знакомы? При чем здесь Боевина Харитонова? У нас как в загадке про волка, козу и капусту. Все детали вместе никак не сходятся. Подождите. Значит, Мурамец и Боевин состояли в отношениях. Мурамец и Вершин работали в одном месте. Вершин встречался с Татьяной Харитоновой. И все четверо погибли, упав с высоты. Так, а у Вадима в руке был мудрец? Ты говорила, что в наборе четыре фигурки, так? Да, но Вадима в 2010 году нашли без мудреца в руке. Коллеги, очень хотелось бы избежать очередной жертвы с фигуркой фарфорового мудреца в руке. делал. Так, мудрецы, давайте-ка, выметайтесь отсюда. У вас есть офис для таких разговоров, а у меня онлайн-конференция. Чего-чего? Не мешайте. Что, что начинается? Буду проводить занятия студентом по судебно-химическим исследованиям в экспертной практике. Все, на выход. Спасибо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прошу прощения. Антон Вершин? Да. Демен Иван, уголовный розыск. Чем могу помочь? Мы расследуем дело Татьяны Харитоновой. В юности она встречалась с вашим братом Вадимом? Да, да, помню, встречалась. С ней что-то случилось? Выпала из окна, как ей ваш брат. Есть версия, что это было убийство. Вы общались с Татьяной после смерти брата? Нет. Когда Вадика не стало, родители в Москву вернулись насовсем. А из того района мы уехали. Больше Таньку я не видел. А, кстати, в деле так и не ясно. Ваш брат расстался с Татьяной накануне смерти или нет? Расстался. Она его бросила. А Вадим много говорил про музей? Ну, об экспонатах на выставке? Он фанател от работы. Вообще на музей свой молился. Говорил, мол, вот этим руками, прикасаясь к шедеврам мирового искусства, хорошо, последний вопрос. Знакома ли вам фамилия Мурамец? Мурамец, Мурамец. Что знакома? Екатерина Михайловна Мурамец. Она была начальницей вашего брата в музее. А, да, точно. Вадик побаивался ее. Говорю строго очень. Антон, в 2010 году вы подозревали, что вашего брата убили. Ваши показания есть в деле. Да, подозревал. Обвинял Таню. Он мог из-за нее в историю вляпаться. Какую, например? Ну, она из него деньги тянула. Так, и спустя годы вы так же считаете? Ну, мне теперь больше лет, чем был у Вадима, когда он умер. Я понимаю, что у него была непростая жизнь. Он и обо мне заботился. И учился, и Таньку обхаживал, от коллектора бегал. Он мог взорваться и реально в окно выйти. Насколько вы были близки с Антоном и Вадимом? Как родные люди. Вадик с Антошей были очень славные. А когда с Вадимом случилось горе, мы как будто сына родного потеряли. Вернее, их обоих сразу. Их родители прекратили с нами всяческое общение. Переехали в другой район. Они обвинили нас в смерти Вадима. Считали, что мы должны были предотвратить ее. Вы громче говорите. У мужа в последнее время слух стал ухудшаться. Хорошо. А как они сейчас живут? Родители? Родители мальчиков умерли уже. А мы ведь дружили и с Полиной, и с Борисом. Со студенческих лет. Да, так и не поговорили. А Антона не видели 10 лет. Полгода назад он вернулся из армии и навестил нас. Мы так обрадовались. Он очень изменился. Возмужал. Такой красивый. Правда, когда пришел, все стеснялся. Отвык от нас за эти годы. На пороге топтался. Коробку у Вадима мы ему отдали. Олег, но при чем тут коробка? Ты сказала, коробка. Не коробка, а на пороге. Ты не так услышал? О какой коробке идет речь? Да вот шкаф у нас в прихожей до ремонта стоял. Рабочие стали его двигать, а он старый, тяжелый, еще 50-х годов. Целиком не перетащить. Но стали разбирать и нашли коробку. Видимо, Вадим ее туда положил и забыл. А мы и не знали. А что было в этой коробке? Какие-то флешки и тетрадка студенческая. По почерку мы поняли, что это Вадима. А что было в тетради написано? В тетради что-то о предметах искусства. Я не вчитывалась особо. Ну, конспекты лекции, видимо. А на флешках что было? На флешках? Что на флешках было? Не знаю. У нас с компьютерной грамотностью плоховато. А можно мне посмотреть эту коробку? А мы отдали ее Антоше, когда он приходил. Память о брате все-таки. Здравствуйте. Да, добрый день. Михаил, во-первых, спасибо, что согласились дать показания. Рад помочь. В деле сказано, что вы дружили с Вадимом с детского сада, верно? Да. Как вы считаете, почему он мог покончить с собой? Он не покончил с собой, его убили. И я в этом уверен. А почему вы так думаете? Перед смертью Вадим влип и втянул меня в эту историю. Все началось, когда Вадим проходил студенческую практику в музее. Обязанности были типа грузчика, но надо знать, как с экспонатами обращаться. Экспозиция меняется или что-то куда-то надо переставить. И часто ему поручали относить какие-нибудь экспонаты в мастерскую и приносить их назад после завершения реставрационных работ. А начальницей у него была Екатерина Мурамец, заведующая сектором учета и хранения. Илья! Да? Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Акт подпиши. Конечно. Это Вадим, наш стажер. Это Илья, гений реставрации, мастер-копиист. Так, что у нас здесь? Да, ну вот сразу вижу. Вот здесь и здесь утрата красочного слоя. Нам бы закончить к началу месяца, у нас выставка на лесу. Будет сделано. Все? Не побежала? Екатерина Михайловна, а можно я останусь, еще посмотрю? Без проблем. А они что, абсолютно одинаковые? Нет. Копия всегда отличается цветом черепка, ну и размером. Вот эта, она немного меньше. А почему вы не делаете точь-в-точь? Ну, для того, чтобы отличать копию от оригинала. А у оригиналов не бывает, не знаю, страховочных копий? Ну, например, чтобы на выставку за границу отправить не оригинал, а точную копию? Нет, так никто не делает. Люди же платят деньги, чтобы прийти в музей, посмотреть на оригиналы. А копию они могут купить и в сувенирном магазине. А потом Вадик увидел то, чего не должен был видеть. Катерина Михайловна, ну я пошел, шесть часов уже. Так, погоди. А где акт из мастерской по сервизу, который вчера к нам поступил? Я забыл его забрать. Можно завтра? Здрасьте, приехали. Нет уж миломы, давай-ка сегодня. Ладно, я мигом сейчас. Илья Андреевич, акт по сервизу вчерашнему. Ага, да, сейчас я доделаю и придам. Илья Андреевич, я не могу, я горю, на свидание опаздываю. Хорошо, хорошо, Ромео, бегу. Вадим понял, что творятся не хорошие дела. Копия была идентична оригиналу. Оригинал не реставрировали и не собирались возвращать в музей. Ну что, держи. Надеюсь, твоя Джульетта тебя дождется. Нет, ты прикинь, этот Кожевников с виду такой белый, пушистый. А сам тырит из музея произведения искусства, а в музей возвращает подделки. Погоди, и ты решил туда влезть? Нет, Мих, я буду спокойно сидеть, смотреть. Мне из моего кармана же тырят. Да, конечно, я скажу Мурамец и пойду в милицию. И для убедительности тебе нужны доказательства. Да, мне надо понять, куда и кому Кожевников уносит оригиналы. Мих, дай камеру, пожалуйста. Ты очумел? А если тебя запалят? Мих, ну тебе жалко камеры для друга? Мне камеры жалко друга. Мих, ну мы с тобой можем раскрыть крупное преступление. Ты же мечтал стать детективом? Вадик, мне было семь лет. Я об этом пожалею. Установи в мастерской и в неприметном месте. Вадик, будь осторожный. Вадик, будь осторожный. Я не дощу. Смотри, что это. Не дощу. Ты же мечтал стать летом. Я не дам. Наш пустой. Я не туалет. Установи в баку. Смотри. Мурамец показала мужику двух одинаковых мудрецов. Не вижу, какой из них оригинал. Мих, стой! Стой, 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 стой! Можешь приблизить? Смотри. Смотри, они стерли с оригинала им вентарный номер. Отдали мужику оригинальный экспонат. Значит, Кожевников действовал не один, а в группе. С Бовиным и Мурамец. Вадик, когда увидел, сам не поверил и даже начал себя убеждать, что все перепутал. А потом Мурамец распорядилась, чтобы Вадик принес ей фигурки из мастерской. А сама с ним не пошла, и Вадик подумал, что это его шанс. И вместо того, чтобы нести фигурки прямиком в музей, он убежал к своему преподавателю. Это буквально соседнее здание от музея. Полноценную экспертизу я тебе, конечно, не проведу вот так вот на коленке. Но она здесь и не нужна. Работа, безусловно, интересная. Но обрати внимание, Вадим, это не фарфор. Это фаянс. Он более легкий и структура более пористая. Вот, например, вот это фарфор. Вот это фаянс. Сравни. То есть, это фигурка-подделка? Безусловно. Но подделка очень талантливая. Теперь у Вадика был компромат, и он собирался идти с ним в милицию. Но зачем-то сдуру рассказал об этом своей Тане. Так все-таки они уже тогда расстались или нет? Они никогда не расставались. Зачем? Таня его доила. Всю эту клюкву она придумала постфактум, чтобы все поверили в суицид из-за несчастной любви. То есть, вы считаете, что Таня его убила? Не она. Люди из музея, но она вела их к Тане, я в этом уверен. Ну, потому что... У них ничего серьезного в плане постели не было. А тут... Прикинь, это происходит все прямо перед моим носом. А они знают, что ты их запонял? Надеюсь, нет. Иначе я бы тут не сидел. Таня, это ж мафия. Так тебя могут убить? Не успеют. Я сейчас все это в милицию отнесу. В милицию? А зачем? Чтобы их посадили, Таня. Стремно как-то. А вдруг они тебя из тюрьмы достанут? А вдруг у них менты вдоль? Таня, ну это все ерунда. Да и не похоже. А кто этот мужик? Ты его знаешь? Нет. Какой-то мужик. А что? А то, что он может быть из милиции. Ты к ментам пойдешь, а он тебя самого же и закроет. Чтоб ты не трепался. Наркоту тебя подкинет или еще что. Все будет со мной нормально. А я боюсь. Таня, ну все будет в порядке со мной. Правда. Мне, может, даже медаль дадут. За гражданскую сознательность. Я тебя не пущу. Таня. Обещай, что никуда не пойдешь. Таня, ты чего? Я люблю тебя. Вы, по сути, были сообщником Вадима. Дали ему камеру, знали преступления в деталях. Вам угрожали эти люди? Про меня никто не знал. Вадик меня не выдал. И забрал все видеофайлы с уликами. Категорически не хотел, чтобы у меня были какие-то проблемы. Флэшки с записями хранил у себя. Он был хороший друг. А сейчас вы готовы официально дать показания? Дистанционно, да. Я молчал, потому что боялся за свою жизнь. А сейчас я в другой стране. Думаю, что я в безопасности. Спасибо. Ну что, тогда мы с вами еще свяжемся. Хорошо. До свидания. Я нашел этого Илью Кожевникова из мастерской. Алло. Я вас слушаю. Алло. Это Родион Жихарев? Кто это? Здравствуйте. Меня зовут Мила. Я дочь следователя Елены Поповой. Я хотела с вами поговорить насчет дела Степанова. Мы можем встретиться? Мне нечего вам сказать. Не звоните больше. Лейтенант Деменович, полиция. Мы разыскиваем Илью Кожевникова. Тут Кожевникова из полиции спрашивает. Проводишь? Так он уехал уже. Мы с ним вместе выходили. Только я за кофе, а он на парковку. Не помню я, чтобы его машина выезжала. А по камерам посмотреть можно? Да, конечно. Уведите. Так. Эта парковка, она не только наша. Она ко всему комплексу зданий относится. Так, ну, погодите. Так. Так, Кожевников на него напали. Приблизьте. Так. Так, ориентировка срочная. Автомобиль номер 0. Е 040 МА 99. Стартовал с охраняемой парковки бизнес-центра по улице Константинова. Засекли машину. 040. Прием. Говорите, прием. Автомобиль свернул в 5-й индустриальный проезд. Там заброшки. Территория большая, сквозная. Надо перекрыть все въезды и выезды. Прием. Понял. Перекрытие принято. Дальше. 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 Ты не понимаешь. Да что ты мне снизу? Не ткнись. Да. С чем стоять? Полиция! Отпусти его, или я стреляю! Антон! Стреляйте! Я все равно его сброшу! Допустим! Допустим, ты его тоже сбросишь! Ложишь в руку мудреца, а дальше что? Заврыгнешь! Мне все равно! Он должен ответить! Ты уже убил троих! Остановись! Они убили моего брата! И живут себе спокойно! Это нормально? Справедливо? Несправедливо! Но ты сам такой же! Подумай о себе! Сдайся! Спасибо, что спасли меня! Вам нужно благодарить не меня, а лейтенанта Демина и его красноречия! Вы были знакомы с Вадимом Вершиным. Расскажите, как он погиб? Я к этому не имею никакого отношения! Кто имеет? Екатерина Мурамец, Аркадий Бовин и Татьяна Харитонова! Какая тонкая работа! Удивительная! Простите, а вы кто? Вы как сюда попали? А, мой парень дал мне пропуск! Зашла просто посмотреть! Из любопытства! Поставьте, пожалуйста, на место! Это хрупкая вещь! Все-все! Больше не трогаю! И что вам нужно? Ближе к делу! Я видела запись, на которой вы отдаёте оригиналы из музея какому-то дядьке, а в музей отправляете подделки! Типа этих! Это какой-то бред! Да! Я бы тоже так ответила! Но дело в том, что запись не врет! Я видела ее собственными глазами! Кстати, надо всегда проверять рабочее место на предмет камеры! Мало ли что может случиться! А, так вы та самая Джульетта, да? Ну и что же нужно вам, Джульетта? А что вы можете предложить? Я бы хотела денежную компенсацию! Понимаете, просто эти кадры, они меня так шокировали! Думаю, что я не скоро смогу их забыть! Мне надо посоветоваться! Понимаю! Вы, наверное, мне не верите! Так уж и быть! Оставлю вам это! Только имейте в виду, это копия! А оригинал у меня! Дальше! Я, разумеется, сообщил об этом Мурамеце Бовину! Она поручила Бовину решать эту проблему! А какова роль Бовина в этом деле? Он работал на таможне и обеспечивал нелегальный провоз экспонатов через границу! Давал сопроводительную документацию, в которой говорил, что они не имеют никакой исторической ценности! Мурамеце находил покупателей! Хваткая женщина, ничего не скажешь! И что же все-таки предпринял Бовин? Он заплатил Татьяне, та призналась во всем! И стало понятно, откуда многие растут! Бовин не хотел убивать вершину! Он хотел лишь его напугать и забрать оригинал и видео! Антон, ты? У тебя что, секция отменилась? Тань? Ты? Ты? Эй, парень! Открой! Давай договорим! Отдай записи, я уйду! Скажите, а после этого как долго вы проработали на Мурамеце? Меньше года. Она и Бовин решили прикрыть лавочку. Что, вот так просто взяли и всех распустили? Да, перестраховались. В каком-то смысле Вадим остановил все это. Как хотел. Забавно, что Кожевников не считает себя виной. Максим Олегович, а можно я буду допрашивать вершину? Одна хочешь? Я выступлю данной. Мой звездный час сегодня уже был. Ну что, у меня возражений нет. Пойдемте. Антон Борисович, вы сознаетесь в убийствах Татьяны Харитоновой, Аркадия Бовина и Екатерины Мурамец? Да. Если это вас утешит, то Илья Кожевников был лишь наемным работником преступной группы. Да? А я считаю, что он виновен. Наравне со всеми. Он знал, что за Вадима придут. Знал, он ничего не сделал. Ведите себя спокойно. Вы видели, как погиб ваш брат? Нет. По словам Кожевникова, это был несчастный случай. Он сорвался с балкона, когда пытался сбежать от Бовина. А я уже слышал это от Бовина. И почему я должен в это верить? Вы думаете, он соврал вам перед смертью? Я думаю, что мне все равно. Если бы не они, Вадим бы не погиб. Значит, они виноваты. Ненавижу их всех. Особенно эту крысу. Вы о Татьяне? Я ее застукал. Не догадался еще тогда. Я ее застукал. Как ты вошла? А, это ты, Антох. Мне Вадик сделал дубликат ключей. Все нормально. Сегодня попросил ему на работу какие-то документы принести. А я не могу найти. Какие документы? Да ты все равно не поймешь. Не важно. Потом сам разберется. Ладно, я пошла. Продолжение следует... Вот ключи. Когда я получу деньги? Когда оригинальные записи будут у меня? Где он их хранит? Я не знаю. Он их переложил. Я не смогла найти. Ты пошутила, надеюсь? Так, отдайте ключи, я пошла. Успокойся. Ключи я тебе не отдам. Вот. Это за ключи. Остальное будет, когда все уладим. КОНЕЦ КОНЕЦ О, а ты что здесь? Что-то случилось? Танька твоя домой приходила и рылась в тех вещах. Ты что, улыбаешься? Она к нам в дом влезла. Да ничего она не влезла. Я ей сам ключи отдал. Ты дурак. А если бы она украла бы, что, если я не пришел? Все, все, успокойся. Все нормально. И мы вообще жить вместе собираемся. Серьезно? Ну да. И может, она мне хотела сюрприз сделать, а ты ей помешал. Но она потом ключи какому-то мужику отдала. Он ей пачку баксов сунул. Тух, я знаю, ты не в восторге от Тани, но чтоб настолько долго придумывал. Вадим, на следующий день не стало. Я на тренировке был. В футбол тогда играл. Обожал. Тренер меня еще вечно всем в пример ставил. А в тот день все как-то наперекосяк пошло. И гол пропустил, и тренер наорал. Я домой не сразу пришел. Может, успел бы. Субтитры подогнал «Симон»? Субтитры подогнал «Симон»? Субтитры подогнал «Симон»? Продолжение следует. И все смирились с тем, что Вадим самоубийца. Но я всегда знал, что его убили. И в прошлом году я узнал, кто виновен в его смерти. Антон, вот, держи. А что здесь? Секретные студенческие конспекты. Их Вадим так надежно спрятал, что мы их только сейчас нашли. Через 12 лет. Почему вы не пошли в полицию? Ну, пошел бы. И что бы им было? Ничего. Я все знаю про сроки давности по уголовным делам. 10 лет прошло. Нет. Я хотел, чтобы они за все ответили. Каждый из них. Милая Львовна, а ты уже домой? Помоги составить отсчет. Ну, хорошо, давайте. Под диктовку я очень быстро печатаю. На чем вы тут остановились? Жень, погоди, сейчас зарядку возьму. Так, извините, народ, сегодня не засиживаюсь. Про меня не забудьте расписать подробнее, ладно? Все. Арифедерчи. Пока. Что? Ревнуете? Что? Почему? Почему ты так решила? Да нет, не почему. Нет, милая Львовна, просто когда живешь на работе, отношения тоже складываются. Только на работе. Но зато посмотри, Ваня, какой счастливый уходит. Как я вам сочувствую. Очень печально, когда на работе коллектив маленький и выбрать не из кого, да? У тебя телефон. Максим Олегович, я забыла, у меня встреча, я могу идти? Иди. А что? Иди, иди. Спасибо. Да. Мила, привет, ты скорая? Да, Гоша, я еду. Хорошо, жду. Привет. Привет. Ты уже заказал? Нет, я ждал тебя. Выбирай. Ты что-то какая-то напряженная. Мне кажется, мы можем себе позволить вести себя так, как нам нравится. Да. Согласна. Ну, это хорошо. Ну что, какие новости? Нашла бывшего напарника моей мамы. Стащила номер из папиной записной книжки. Я звонила ему, но он не хочет со мной разговаривать. Сбрасывает трубку. Так, может, не звонить? Может быть, приехать к нему? У тебя есть адрес? Нет. Но я думаю, можно найти ее. Но какой смысл, чтобы он меня лично послал? А если не пошлет? Слушай, я абсолютно уверен, что у тебя все получится. Потому что ты талантливая, целеустремленная. И невероятно прекрасная. Для меня ты всегда будешь такой. И я очень рад, что ты теперь есть в моей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok